всем привет дорогие друзья сегодня я вам покажу 15 отличнейших слик карт которые порекомендовали нам самые лучшие сликеры этой планеты самые лучшие в своем деле это 7 си анг и брейкер брейкер сан хам посоветовали несколько cpm карт а 7 си поделился собственно в кутри знаниями поэтому давайте не будем затягивать переходим вначале к 7 си в в кутри и первая карта которую нам порекомендовал 7 си это powers light 8 самая обычная карта ничего особенного в ней нету и она отлично подойдет вам чтобы понять что такое слик как это работает какие кнопки нажимать и так далее карта очень простая состоит всего из нескольких поворотов никаких преград у вас на пить на пути нету но тем не менее если вы хотите пройти эту карту на топ-1 естественно здесь скрыты какие-то свои секреты которые вам придется разузнать чтобы эту карту покорить а так пойдем дальше далее в списке от 7 си идет вуден шуз слик есть карта естественно просто стрейф по моему даже где-то rocket версия лежала но у нас ролик про слики поэтому давайте сликать везде мы будем видеть этого госта потому что естественно все эти карты я заранее поиграл посмотрел и отобрал и из тех которые нам порекомендовали ну и в общем то эта карта уже намного по архитектур не именно в том смысле что не то чтобы здесь лучше текстуры архитектуры так скажем а то что здесь есть своя архитектура именно роутов то есть тут уже больше гораздо поворотов мешаются некоторые нам элементы на карте здесь мы можем сликать можем и сбоку сликать но я роут обычно не люблю показывать чтобы вы сами все это искали изучали так скажем дополнительно в общем то карта тоже достаточно простая не сказать что она сложная обычные так то вот поворотики единственное тут уже больший акцент будет на ским данных углов которых здесь очень много и которые важно скимить так что дерзайте и пойдем дальше более заговористая карта на третьей строчке анозер слик также от 7 си также для вы кудри физики здесь уже более такая сложная структура очень много торчащих стен есть вот такие вот поворотики у нас которые сами тебя поворачивают есть элементы и без слика торчащие стены как я уже говорил и здесь основной элемент я так понимаю ну насколько я могу заметить это вот это вот рампа которую нужно максимально быстро пройти чтобы поставить хороший результат а чтобы ее максимально быстро пройти по ней скорее всего нужно будет прыгать если вы забираетесь по ней естественно соскальзывать с нее быстрее а вот наверх забираться нужно будет скорее всего что-то придумать на полу у нас туман не совсем ровный может быть кого-то это будет раздражать но тем не менее карта отличная проходится абсолютно на одном дыхании уже более такая сложная нарисован у нас смайлик который кричит о боже нет ты меня финишировал и залезаем в рот и идем дальше и следующая карта нес индер слик сликовая версия есть естественно стрейфовая версия я бы хотел ее также видеть в рокет версии но всем плевать что я хотел бы и все кто знают примерно творчество автора нес те понимают что у него постоянно какие-то вот такие выносящие мозг элементы присутствуют меняющиеся само по себе небо цветом ну и давайте посмотрим саму карту состоит она из таких небольших падиков есть так можно сказать которые нужно использовать есть рампа которую также можно использовать либо вообще можно по бордюрам наверное просликать но вы уже сами с этим я думаю разберетесь вы ребята взрослые архитектура здесь также уже более сложная чтобы поставить хороший time поэтому и вот особенно финиш я думаю ключевое место которое нужно максимально быстро пройти я думаю что в кутре здесь так как это плюс прямая и нужно сохранять максимальное количество скорости везде стараться при этом еще и набирать я думаю эта карта очень хорошо подойдет вообще любым игрокам я бы сами с удовольствием погрить погриндил посидел но я пишу вот этот ролик идем дальше и последняя карта от 7 си точнее последняя которую я отобрал отобрал я по 5 карт от каждого человека это капкорп ивух 8 или и викс эй ты либо скейтер либо кому как угодно в общем-то выявляемся мы на такой линии старта грубо говоря и капкорп нам не дает абсолютно никакой возможности сделать какой-то при джамп пресс-лик как-то можно назвать и просто говоришь и езжай вперед и где я больше нет вариантов ну собственно и поехали карта собой представляет такой небольшой рейс очень классная архитектура мне прямо нравится вот этот стиль капкорп и интересный у него вообще каждая карта вообще выделяется чем-то своим уникальным и кстати говоря карты капкорп и будут у нас в каждом по моему из трех списков то есть списки с анха и списки брейкера причем-то никого не сговора карты капкорп и реально очень любят и играют здесь опять же нужно очень хорошо контролировать пытаться своего игрока и пытаться прогнозировать как бы свои движения где-то может быть что-то за скимить где-то заранее куда-то начинать поворачивать и так далее в общем-то в ику-3 любая карта почти на этом принципе строится ну и в целом карта как по мне в цп может быть немножко скучно в том смысле что здесь все прямо но в ику-3 как по мне очень даже ничего вот мы доехали до финиша и плюс 5 секунд я тебя сделал целую минуту я сликал я думаю что рекордом около 50 секунд и вот туда-сюда мы будем сейчас кататься ну и поехать дальше это было пять карт от лучшего с ликеров в ику-3 одного из лучших точнее сказать 7 си и давайте перейдем к цпм картам которые предложили нам анг и брейкер и продолжаем картой капкорба капкорб брейкер точнее называется на брейкер как он любит коверкать слова как и в дж он придумывал тоже небольшое оскорбительное послание я так понимаю от брейкера читать я вы не буду можете сами его прочитать ну и в общем то давайте поедем цпм у нас слик немножко подинамичнее поэтому я буду просто ехать и и пытаться наблюдать карту так стоп во первых исичок от капкорба забыл что-то врезать забыл что-то сделать но окей возможно на скорую руку как-то наклепал это собственно не так важно здесь у нас небольшой перелет ски достаточно скилловый который мы не сделали и нас убило поэтому начинаются первые трудности цпм тут будет мало карт которые прямо очень сильно подойдут совсем-совсем новичкам но поиграть их в любом случае стоит поэтому даже если вы какую-то из карт не пройдете не расстраивайтесь это в любом случае какой-то полезный опыт так здесь у нас поворот был но я его еще раз как вот карта на тесте я прошел с первого раза но сейчас почему-то я имею некоторые проблемы с ней ничего страшного опять же очень классный твой стиль капкорба достаточно динамичная карта а я прошел первый раз потому что я потом здесь было врезался здесь несколько поворотов на большой скорости ну и собственно вот вся и карта я думаю что ее ориентировочно из 20 секунд точно финишировали ну и пойдем дальше nice fun sleek вторая карта от брейкера первая была капкор брика я про нее не сказал что это что это от брейкера ну и давайте посмотрим что она себя представляет уже видим мы небольшие проблемы до виде такой пропасти над стартом но в целом я думаю при задрачивание спейсинга никаких проблем не должно возникнуть здесь у нас спуск рампа рампа и естественно несколько поворотов даже без них здесь мы можем очень очень много разогнать разгоняем разгоняем здесь прыжок врезаемся финиш но маппер у нас красавчик поэтому он предусмотрел сделал финиш прямо вот вот перед этим вот вот паником прям вот здесь вот сделал немножечко что при 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 случае когда вы ударяетесь головой об потолок об стену вы все равно финишировали не потеряв нисколечки в этом тайм в общем то такая карта тоже достаточно интересно играйте гриндите простите далее у нас пайп сэйр вэт как точно переводится я не знаю не переводил но из тех слов что я знаю эта труба и влажный поэтому давайте посмотрим на эту влажную трубу здесь карта уже по техничнее так скажем но любая если карта техничная если как бы она в опытных руках да но тем не менее для таких средних скиллов в этой карте уже могут встречаться такие вот торчащие нарочно торчащие на поворотах стены которые будут мешаться что-то там наверно может зайти очень быстро двигающиеся облака прикольные лампочки на потолке почему-то одинокие такие но и везде у нас по карте присутствуют трубы такие вот повороты здесь тоже очень интересно все как-то как по какому-то атомному реактору я так понимаю мы движемся возможно из симпсонов как-то может импортнули перерисовали и так далее но и вот вот у нас уже финиш красной лампочкой такой помечен такая вот карта вон я тоже финишировал второй раз играйте дерзайте более сложная для чистого исполнения карта мк боузер кастл слик импортирована она из марио кем точно не скажу можете загуглить и посмотреть в марио эта карта была очень классненькой я прямо как вчера помню гонял дракончик с огнем вообще все очень классно карта сама по себе очень крутая и она очень техничная по исполнению что мне безусловно нравится и почему я ее вам так же как и брейкер рекомендую также есть конечно и рокет и стрейф версия рокет версию я по-моему перебивал даже не так давно стрейф тут тоже посложнее есть тут свои приколы особенно с кустами насколько я помню пару демок видел есть вот такой вот кстати говоря с небольшими косичками вот дырки у нас есть но это мать макер вообще ноль вопросов то что он сделал из марио такую карту это очень и очень круто ну и собственно также и обязательно поиграйте ознакомьтесь если понравится то по затрачивать и крайняя пятая карта от брейкера которую мы сегодня посмотрим это более сложных состав составленная в нейме в своем карта футбункер слик дф есть также обязательно и стрейф и рокет версии как правило почти все карты в которых есть переписка слик обозначает что это просто сик версия значит если другие версии в общем-то для ракет она очень очень классно и для слика также она просто офигенная потому что здесь очень много элементов которые нужно выполнять именно зная вообще что-то в слик чоково и с чем его едят если вы каких-то нюансов не знаете то у вас может ничего не получится с прохождением этой карте к точнее пройти вы ее в любом случае пройдете но чтобы это сделать быстро тут нужно уже быть более чем средним игроком карта сама по себе требует очень четкие сбросы поворотов и на них будет собственность строится весь ран по крайней мере финиш а на старте вам придется попотеть чтобы набрать максимальное количество скорости в общем переходим к картам от анха в очередной раз капкорп открывает список карт сейчас будут все карты от анха возможно я об этом еще раз скажу капкорп сликвей карта называется сразу же мы начинаем на слике если мы просто появляемся мы никуда не движемся но стоит нам что-то нажать и придется уже маневрировать в общем то давайте посмотрим попробуем как-то ее пройти я надеюсь у нас получится это сделать с первого раза карта уже более архитектурная и спойлер но немножко что от анха все карты они очень техничные они просто невероятно техничные невероятно сложное по исполнению так что если вы прямо задрот задрот не хотите стать лучше то эта карта обязательно будет для вас вот и вот и прошли собственно очень классный skybox который использовался уже где-то по-моему но много где он чуть ли не стандартный skybox но все равно очень классно в своем стиле капкорп замапил большой выше молодец и пойдем дальше карта карта от госта конкретно она называется охотники за привидениями как ни странно карта по моему мало что имеет мало отношения имеет именно к охотникам но тем не менее сама карта очень классная достаточно старенькая как могут олды понять то что это от госта это уже значит что она старенькая потому что госта давно не видно он куда-то пропал к сожалению но я думаю он счастлив и все у него хорошо в общем то давайте начнем начинаем кстати без слика так что пресс-лик мы сделать не сможем и обратно вернуться тоже не можем давайте по ездим есть у нас рампа есть у нас потолок на который тоже нельзя забраться есть у нас места на которых нету слика опа есть телочка на которую мы не будем смотреть потому что нас могут забанить так много-много поворотов вот видим да ой тут прям секретки в общем изучите изучите сами самостоятельно вдруг там где-то сиська торчит и меня за это забанят видим мы что зигзагообразные такие коридоры это будет очень положительно сказываться на вашем скиле какие-то там а это охотники за привидениями будет сказываться очень положительно на вашем скиле и здесь есть у нас как вы могли заметить части карты без слика которые никак к сожалению не помечены поэтому вам придется самому изучать эти этапы видим мы что у госта с партстаром были некоторые проблемы да потому что у партстара тоже такое как бы такие скульптуры прослеживались в общем-то заходим в телепорт и здесь по рампе нам предлагают по сликать и дают одну ракету которую мы проигрываем дают одну ракету и да это слик с ракетом давайте мы еще раз на туда дойдем так я буду вынужден скоро подрубить читы молодой человек забываю про этот слик вот 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 она так идем краешку я надеюсь что мы ее сможем пройти не смогли пройти ничего страшного мы пишем в режиме life ничего не куплено карта очень техничная как мы видим дядя буди сам не с первого раза справляется но дядя буди можно это его китран так что рот его как говорится шатал дают еще одну ракету и здесь у нас финиш даже еще у нас одна есть то есть распределяя ракеты правильным образом на этом слике при этом набирая сликом скорость нам нужно все вот и вот эту вот всю часть финальную комнату очень когда быстро максимально быстро пройти предельно быстро пройти так что старайтесь карта реально очень классно если олды здесь они наверное помнят такого чувака как джеки нейт который был из чехии по моему и он очень долго на этой карте держал мировой рек но потом кто-то пришел но естественно не кто-то он сам пришел и его собственно убил вот мы можем встать на рампе и ничего нам за это не будет поехали дальше му стра икс слик выглядит название почти как заклинание как слова силы из карима но это всего лишь карта которая также очень и очень технично проходится в цпм в кудре собственно не менее технично но цпм тут конечно нужен высший пилотаж потому что внимание у нас есть вот такие вот сейчас мы до скользим вот такие вот коридоры которых нужно скользить набирать скорость и не терять ее естественно еще один такой поворот и все это делается не самым простым способом на самом деле также она здесь по моему держит в р такая вот она не совсем прямо большая хотя 30 секунд а показалось что 10 просто какого проскользила все в общем то тоже классная карта обязательно ее поиграйте поехали дальше предпоследняя карта в нашем списке это а из кай либо как-то ики и либо как-то айки не скажу точно как-то читается и появилась у меня одна мысль что как мы все могли заметить кроме капкорбовских карт сликовые карты не особо отличаются шикарным дизайном поэтому в общем то давайте поедем также карта с очень классной архитектурой с очень классным внутренним миром который вам придется изучить чтобы поставить топ-1 тайм есть какие-то дырочки есть какие-то рампочки эту карту единственно которую я не тестила просто пролетал спектатором поэтому я надеюсь я не упаду но я упал окей я думаю ничего страшного в общем-то анг вот реально я смотрел карты которые они мне предлагали я могу сказать что у анг а просто вообще отбитый вкус я им я им просто попросил их если у них есть такая возможность подогнать несколько карт которые им больше всего нравится чтобы я поделился этим этой информации с людьми и как мы видим по крайней мере у анг а абсолютно какой-то отбитых чувство стиля но я с одной стороны его понимаю потому что я с ракетами то же самое мне надоело уже играть какие-то обычные всякие карты и я всякую дичь играю которую мне который который нравится не только лишь всем в общем то такая классная карта реально очень если вам захочется и очень быстро пройти нужно будет запариться и найти хороший ролл а так поехали дальше и единственная карта и последняя в нашем сегодняшнем списке в нашем видео это анг слег челлендж единственная карта которую на которую я покажу вам демку и давайте мы на нее собственно посмотрим спасибо что запустилась все хорошо проходите я сам не буду потому что вы видите почему во первых сразу же понятно что структура карты очень схожа с лкгб парадайз с мд-32 ран 2 с ханктаймами и так далее но с хантаймами в меньшей степени в каком-то смысле но тем менее комнатная структура с изменением цветов и изменением сложности выполни выполняемого тут как бы нет нет неотъемлемая часть естественно сам анг эту карту и прошел и любезно предоставил демку думаю что он может еще здесь улучшить тайм но это будет очень сложно потому что мы видим то что это совсем не изи в общем то вот такой вот своеобразный топ у нас получился надеюсь это видео было для вас полезным и будет на протяжении еще долгого времени естественно мир дофрага не ограничивается этими 15 картами самостоятельно можно найти еще целую кучу просто десятки множество сотен карт со сликом на этом в принципе все дополнительно скажу что 7c и анг любезно предоставили нам демки которые я залил на google диск где вы скачиваете дефраг там теперь появилась папка demos я некоторые демки будут туда заливать можете иногда поглядывать возможно застанете некоторые обновления в общем то на этом все всем большое спасибо увидимся в следующих видео переходите обязательно на стримы и всем пока пока пока